Здравствуйте, ребята! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – степени сравнения имен прилагательных. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Какие степени сравнения есть у имен прилагательных? Как образуются и чем отличаются сравнительная и превосходная степени? В чем уникальность озера Иссык-Куль? В нашей традиционной рубрике «Слово дня» сегодня слово «жемчужина». Лексическое значение – жемчужина, отдельное зерно жемчуга. Переносное значение – сокровище, лучшая драгоценность. Слово «жемчуг» попало в русский язык из тюркских языков. В тюркские языки было заимствовано из китайского, в котором «ганчу» образовалось путем сложения элементов «гон» – настоящий, и «чу» – жемчуг. Синонимы – жемчуг, перл, краса, гордость, сокровище, украшение. Слово «в речи» – нанизывать на шелковую нитку жемчужины. Иссык-Куль – жемчужина Кыргызстана. В начале урока мы повторим, что мы уже знаем об имени прилагательном. Внимание на экран! Восстановите предложение. Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. По значению и форме имена прилагательные делятся на три разряда – качественные, относительные и притяжательные. В предложении имена прилагательные чаще всего являются определениями и сказуемыми. Зачем нам нужны имена прилагательные? С помощью прилагательных мы характеризуем предметы, оцениваем их, называя признаки предметов, выражаем свое отношение к ним. А как мы сравниваем предметы между собой? Указывая на их признаки, значит, с помощью имен прилагательных. Мы постоянно сравниваем предметы и их признаки. Мы можем сравнить один предмет с другим предметом. Например, эта задача интереснее предыдущей. Или мы можем сравнить какой-либо предмет со всеми аналогичными предметами. Это самое длинное письмо из всех его писем. На экране тексты. Отрывки из стихотворения Александра Блока и Михаила Дудина. Прочитаем их. Поразмышляйте, с какой целью авторы используют имена прилагательные. Леса вдали виднее, синее небеса, заметнее и чернее на пашне полоса. И детские звончеи над лугом голоса. Чистейшего снега, белейшего снега, зима тряхнула на рощу с разбега. И пухом легчайшим на солнце блистая, пустила гулять по лесам горностая. В первом отрывке автор показывает особенность дня, который видит сегодня. Он хочет подчеркнуть большее проявление признака. Вчера леса были видны, а сегодня виднее. Небеса сегодня синее, чем вчера. Полоса на пашне сегодня заметней и чернее. Голоса звонче. Блок использует форму звончея. Во втором отрывке автор восхищается зимой, снегом. Отмечает, что сегодня снег чистейший, белейший. Пух легчайший. То есть предмет превосходит все остальные предметы по названному признаку. Итак, предметы можно сравнивать по их признакам. Как при этом избежать речевых ошибок? Какие бывают степени сравнения имен прилагательных? Обратимся к нашему учебнику. Имена прилагательные могут иметь сравнительную и превосходную степени сравнения. Сравнительная степень показывает, что в том или ином предмете признак проявляется в большей степени, чем в другом. Например, родниковая вода чище речной воды. Родниковая вода более чистая, чем речная. Превосходная степень показывает, что тот или иной предмет превосходит остальные предметы по какому-либо признаку. Например, национальная библиотека – крупнейшая в нашей стране. Национальная библиотека – самая крупная библиотека в нашей стране. Степени сравнения могут образовывать только качественные прилагательные. Сравнительная степень сравнивается два предмета и в одном признак проявляется в большей-меньшей степени. Один дуб высокий, другой дуб выше или более высокий. Превосходная степень сравнивается один предмет с множеством других и признак у него проявляется в наибольшей-наименьшей степени. Все дубы высокие, а один – высочайший, самый высокий, выше всех. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных? Рассмотрим таблицу на странице 133. Имена прилагательные могут иметь сравнительную и превосходную степени сравнения. Сравнительная степень сравнения. В предмете признак проявляется в большей степени, чем в другом. Превосходная степень сравнения. Предмет превосходит остальные предметы по какому-либо признаку. Сравнительная и превосходная степени сравнения имеют простую и составную форму. Простая форма сравнительной степени образуется от основы начальной формы путем присоединения суффиксов «ЕЕ», «ЕЙ», «Е», «ШЕ». Например, «Справедливее», «Громче», «Тоньше». Эта форма не изменяется. В предложении является сказуемым. Составная форма сравнительной степени образуется путем присоединения слова «более» к начальной форме имени прилагательного. Например, «более справедливый», «более громкий», «более тонкий». Второе слово данной формы изменяется по родам, числам и падежам. В предложении эта форма может быть исказуемым и определением. Простая форма превосходной степени имени прилагательного образуется от основы начальной формы путем присоединения суффиксов «ЕЙШ», «АЙШ». Например, «Справедливейший», «Глубочайший». Изменяется по родам, числам и падежам. В предложении является определением. Составная форма превосходной степени образуется двумя способами. Первый. Слова «самый» наиболее присоединяются к начальной форме имени прилагательного. Например, «самый справедливый». Второй способ. К простой сравнительной форме присоединяется слово «всех». Например, «выше всех». В первом варианте изменяется по родам, числам и падежам. Второй вариант не изменяется. В предложении может быть как сказуемым, так и определением. Друзья, я рекомендую записать данную таблицу в сжатом виде в свои словарики-справочнике. Потренируемся. Образуем от прилагательного «красивый» простую и составную формы сравнительной и превосходной степени. Образуйте от данных прилагательных простую и составную формы сравнительной и превосходной степени. Счастливый, счастливее, более счастливый, счастливейший. Добрый, добрее, более добрый, добрейший. Самый добрый, добрее всех. Интересный, интереснее, более интересный, интереснейший. Самый интересный, интереснее всех. Выполним упражнение 225. Образуйте от данных в скобках прилагательных сравнительную или превосходную степень. Проверим, как вы справились с данным заданием. Роза красивее шиповника. Ландыш более пахучий, чем ромашка. Левый берег реки более отлогий, чем правый. Река Нарын полноводнее реки Чу. Мы преодолевали труднейшие перевалы, спускались в глубочайшие ущелья. У летучих мышей более чуткий слух, чем у полевых мышей. Земляника слаще брусники. Это одна из самых сладких наших лесных ягод. Различные формы степеней сравнения очень часто встречаются в пословицах и поговорках. Сравнивая качества, черты характера, поступки, люди делали свой нравственный выбор. Убедимся в этом, поработав с пословицами. Образуйте от слов в скобках простую форму сравнительной степени имени прилагательного. Правда светлее солнца. При употреблении различных форм степеней сравнения нельзя забывать о культуре речи. Помните, нельзя два раза употреблять суффикс ее. Например, нельзя говорить более умнее. Слово самый не сочетается с суффиксами еш-айш. Нельзя говорить самый умнейший. Единственное исключение – сочетание самый лучший. Внимание на экран. Исправьте ошибки, связанные с нарушением норм употребления степеней сравнения. Самый крупный город в мире – Мехико. Разработка новой темы становится все интереснее. На следующем выступлении мы должны быть смелее и раскованнее. Эта оправа для очков женская, а не мужская. Такой вариант исправления текста хуже. Наша цель – показать самые лучшие выступления фигуристов. Ребята, как вы думаете, о чем пойдет речь в тексте, который сопровождается данными иллюстрациями? Каждый из вас, конечно же, узнал нашу уникальную природную достопримечательность – жемчужину Кыргызстана, озеро Иссык-Куль. А какими прилагательными вы бы охарактеризовали Иссык-Куль? Подберите 3-5 прилагательных, которые бы описали озеро и подчеркнули его уникальность. Сравните ваши характеристики с теми, которые употреблены в следующем тексте. В красивейшей высокогорной стране Кыргызстан между горными хребтами Терскей-Алато и Кунгей-Алато находится самое большое озеро этой страны – голубая жемчужина, чудо природы – Иссык-Куль. Оно расположено в горной котловине на высоте 1609 метров над уровнем моря. Благодаря уникальным особенностям озера климат в Иссык-Кульской котловине мягче, чем по всей Кыргызской республике. Зимы здесь более теплые и не очень снежные, хотя на вершинах гор, окружающих жемчужину Средней Азии, снег лежит и зимой, и летом. Отметим в тексте имена прилагательные. Обратите внимание, сколько в тексте прилагательных. И это не случайно. Тип текста – описание, стиль речи – публицистический. Автор рассказывает широкому кругу читателей о нашем озере. Отметим имена прилагательные в форме сравнительной и превосходной степени. Какую роль они играют в тексте? В красивейшей стране. Самое большое озеро. Климат мягче, чем по всей республике. Зимы более теплые. Прилагательные в форме сравнительной и превосходной степени позволяют сравнить нашу страну с другими. Озеро Иссыкуль с другими озерами Кыргызстана. Уникальный климат Иссыкульской котловины с климатом по всей республике. Благодаря этим сравнениям мы и делаем вывод об уникальности высокогорного озера Иссыкуль. Следующее задание – традиционная орфографическая минутка. Какие буквы необходимо поставить на месте пропусков в словах из текста? Проверим, как вы справились с заданием. В стране – в окончании гласная Е. Озеро находится, мягкий знак не пишется. Жемчужина – в корне гласная Е. Расположена – в приставке гласная А. Уровнем – в корне гласная О. В вершинах – в корне гласная Е. В окружающих – приставка О. Проверьте, как вы усвоили тему, ответив на вопросы теста. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? Не имеет степеней сравнения прилагательное стальной. В каком варианте допущена ошибка в употреблении степеней сравнения имен прилагательных? Ошибка допущена во втором варианте. Нельзя говорить более красивее. Какое прилагательное употреблено в форме простой превосходной степени? В форме простой превосходной степени употреблено слово «ярчайшая». Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. Какие степени сравнения есть у имен прилагательных? Как образуются и чем отличаются сравнительная и превосходная степени? В чем уникальность озера Иссык-Коль? Запишите домашнее задание. Параграф 45 страницы 131-134 нашего учебника. Подумайте, как бы вы описали свой поселок, село, микрорайон, улицу, на которой вы живете? Что у них особенного? Какими они были вчера, какими стали сегодня? Сравните их с другими. Составьте небольшой текст, используя различные формы степеней сравнения имен прилагательных. Жизнь полна красоты. Вдохните запах снега и почувствуйте ветер. Живите свою жизнь на полную силу и воплощайте свои мечты. А наш урок завершен. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!